Привет, ребята! Вы на канале Лепота Фэмили. Раньше рубрика «Мое утро» была очень популярна, поэтому мы решили снять сегодня такое с нашей любимой малышкой Марусей. Наше утро начинается около 9 часов утра. Поскольку мы все спим вместе, то просыпаемся мы тоже вместе. Маруся просыпается самая первая, а потом начинает нас с Мишей будить. Мы долго играем на кровати, делаем домики и обнимаемся. Мама, дели камеру. Чаще всего по утрам Маруся говорит «Мама, убери папу!» И мы очень смеемся над этим. Пошли в домик, подойдите. Потом Маруся с Мишей встают с кровати и идут, как правило, в гостиную для того, чтобы рисовать или лепить. А я в это время досыпаю свои 15 минут. Зверопапа, конечно, тоже не очень высыпается, но, как правило, ему такая опция, как полежать немножко в кровати, предоставляется очень редко. Поэтому они с Марусей творят произведения искусства, рисуют котиков и читают книжки. Как ни странно, Билька тоже любитель поспать подольше. Он вообще встает самый последний и неохотно умывается. Маруся знает, для того, чтобы мама встала с кровати, нужно поскорее украсть у нее телефон. Так она и сделала даже на видео. Потом мы одеваемся, потому что у нас уже осень и нам нужно одеть 100-500 слоев для того, чтобы выйти на улицу. Я думаю, все мамы знают, что одеть ребенка не так просто. Спускаемся вниз, и на завтрак нам бабушка приготовила блинчики. Только вот, ребята, проблема, у нас не оказалось сгущенки. А Миша ест блинчики именно со сгущенкой. Поэтому мы всей нашей дружной компанией топаем в магазин, покупаем сгущенку, сметану, немножко водички и приступаем к завтраку. Миша разработал свой собственный рецепт блина со сгущенкой. Он не просто макает блинчик в сгущенку, а заворачивает ее внутрь. Говорит, что так намного вкуснее. Кстати, блины мы всегда готовим либо на овсяном молоке, либо на соевом. Так они получаются очень вкусные. А теперь время нашей прогулки с Марусей и с Билькой. Маруся уже прицепила Бильку на шлейку, и кажется, сейчас мы куда-нибудь пойдем. Либо мы гуляем просто по дачам, либо направляемся к тете Любе. Да-да, не удивляйтесь, что на мне надеты перчатки, ребята. Как только немножечко холодает, у меня сразу трескаются руки, так что я потом не могу никак их вылечить. Маруся, кстати, тоже удивилась. Вот мы и дошли до тети Любы. Маруся обожает ходить у нее по лестнице, бегать по участку, заходить по сто раз в парник для того, чтобы собрать огурчики, собирать малину. Это ее самое любимое развлечение. Правда, малину она не очень охотно ест. В этом году у тети Любы очень много осенней малины. Мы уже несколько раз собирали по несколько мисок. И это очень круто есть малину с куста. А тетя Люба с дядей Леней сходили в лес и набрали две огромные корзины грибов. И это, ребята, опята. Конечно же, они все это сварят и нам немножечко достанется. Выходим, тут вот такая вот мышка маленькая сидит и видно, что она дышит. Но проблема в том, что, ребята, мышки из леса, они могут быть и бешеные, и все. Очень опасно трогать. Поэтому лучше, конечно, таких мышек не касаться. Ребят, все, кто хотел написать, что я не спасла мышку, я сразу вам скажу, что на самом... Нет, зайка, больше не будем показывать. Она сейчас уползает, у нее все хорошо. Хочу сказать, что на самом деле грызуны, в принципе, переносчики очень опасных инфекций, а тем более дикие грызуны. То есть мышки, которые прибежали из леса, они могут переносить кучу всего, вплоть до хореоменингита, что может быть очень опасно как для наших животных, так и для нас самих, вплоть до летального исхода. И дабы не принести никакую заразу домой, не подцепить себе и не заразить котов. От тет Любы возвращаемся с огурцами. Теперь настало время дневного сна Маруськиного, и, конечно же, с ней спит бабушка, чтобы в этот момент мы могли снять для вас видео на наш основной канал Лепота ТВ с нашими котиками. Только вот бабушка забыла телефон, поэтому мне пришлось вернуться и принести ей его. А Маруся днем спит в своей кроватке. Не всегда, конечно, ребята, но и такое тоже случается. У нас, ребята, натоплена печка, в доме очень тепло, поэтому Маруська спит ненакрытое. В вечернее время мы иногда тоже ездим на съемки видео. В этот раз мы поехали к нашим родным, тет Свете с детьми Сашей. Взяли с собой бабушку и тетю Любу, пока мы катались на лодке, снимали для вас очень крутое видео на наш основной канал. Кстати, оно там давно уже вышло, посмотрите. Бабушку и тет Любу развлекали Марусю. Возвращаемся домой, и, конечно же, снова топим печечку. Ух, ребята, по ночам сейчас 3-4 градуса, поэтому в доме очень холодно. Зверопапа тут трапезничает, у него, можно сказать, полдник, а Маруся, как всегда, рисует за своим столиком. Ей очень нравится этот журнальный столик, который мы ей сюда поставили. А это, ребята, варенье, которое бабушка сделала сама из наших яблок. Точнее, это, правильнее сказать, пятиминутка. Просто яблочки, перетертые с ложечкой сахара и чуть-чуть приваренные на огне. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить лайк.